В провокациях Армении мы поговорим с Татьяной Полосковой, политологом, доктором политических наук. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте. Ну что ж, мы видим опять, как Армения обостряет обстановку в регионе, обстреливая и стрелкового оружия, минометов, как перечисляло, ведомство артиллерийских установок, ударных БПЛА. Скажите, вот к чему в целом может привести вот такая вот эскалация? Я могу сказать, что ни к чему хорошему это не приведет, это понятно. Но я бы обратила внимание еще и на другое. В последние буквально дни мы наблюдаем попытки системных провокаций со стороны Армении и армянского лобби, и армянских реваншистов в Карабахе по всему периметру. Вот давайте посмотрим. Значит, начнем с ситуации у посольства Азербайджана в Ливане. Ведь на самом деле, я Ливан хорошо знаю, я там бывала очень часто и проехала его весь, я могу сказать, что здесь однозначно не обошлось без привлечения армянских террористических группировок, которые там имеют место быть. То есть речь уже даже не о Франции, они уже опускаются до более примитивного, до более криминального уровня. Заявление, значит, из Карабаха о подставке господина Арайка, это, в общем-то, ведь что? На самом деле это крысы, бегущие с тонущего корабля. Капитан корабля обязан последним покидать корабль, но раз он бежит, значит, он понимает, что ситуацию он уже не исправит в том русле, в каком от него требуют реваншистки настроенные лица из Еревана. Давайте посмотрим, что происходит вот на условной границе, то, что вы сейчас обозначили. Это ведь из той же серии. Но я хочу сказать, что есть и более позитивные сигналы. Вот, например, сегодня я искренне была рада, как гражданин Российской Федерации, что наконец-то наши силовики нагрянули с обыском в Сочи к криминальному авторитету, господину Татулянову, который, правда, сам сбежал в Дубай, но который фактически держал у нас все строительство не только в Сочи. Это и отели, это и торговые центры, даже центр назвал своим именем, но и в соседней Абхазии. То есть, значит, это крах армянской мафии в Сочи, то, что происходит. Это то, чего все ждали, но многие не верили, что это будет. Я могу сказать, что ряду российских изданий, не буду называть издания, поступил серьезный сигнал от власти, что резких публикаций, резких заявлений, тем более оскорбительных заявлений в адрес Азербайджана допускать не надо. Из-за чего несколько наших товарищей, называющих себя политологами, ну, практически остались в него дел. То есть, совершенно очевидно, что Азербайджан в этой истории выиграл он давно, но он выигрывает и эту гибридную войну. И совершенно очевидно, что то, что делает Ириван, это агония. Если продолжится в том же духе, ну, принуждение к миру, а что еще остается? Тем более, международное сообщество, вы знаете, они сегодня так себя ведут, завтра по-другому. Во всяком случае, я бы особо не обращала внимания на тех, кто подстрекает армянских реваншистов этим действиям. То двойные провокации возобновились после саммита ГлавМИД, входящих в Евросоюз. Может быть, это как-то с этим связано? И в целом, вот смотрите, откуда у армянской стороны вот столько уверенности в своих действиях, вот совершая провокацию, да? Причем они знают, чем это для них может обернуться. А это, знаете, синдром мышления шпаны. Пусть они не меня простят. В 90-е годы, ну, я помню это время прекрасное, уже взрослое было. Вы знаете, вот эта вот шпана из подворотни, она ведь действовала в основном не методом силы, а методом наглости. Было даже такое вооружение, но оно не совсем, так сказать, цивильное, но я его потреблю действовать по нахалке. Это когда у вас за счет наглости, за счет нахальства добиваться каких-то своих преференций. Вот так я поздравляю господ армян, их руководство и те, кто сейчас этим занимаются, недалеко ушли от шпаны из подворотни 90-х годов. Шпаны из подворотни всегда можно поставить на место. Если уж даже поставили на место Татуляна, а это системный армянский криминал, не только в Сочи. Я знаю, что он имел отношение к выборам в соседних странах. А окружение Татуляна ведь доходило до того, что заявлял, что мы думаем, если вдруг до Армении больше не будет, то мы вот хотим тут создать автономную республику Армении от Сочи до Сухума. То есть вот до чего доходило. И на этого нашли управу. Я думаю, что здесь уже все понятно. А вот это агония. Но агония всегда бывает при смерти. Татьяна Викторовна, вот такой вопрос. Мы знаем, что сейчас фейковое правительство в Ханкенди трещит буквально по швам. От своей отставки заявил, если не ошибаюсь, минувшим днем главарь армянских сепаратистов, это Арутинян. И вот как он сам заявил, что атмосфера в Карабахе требует изменений, подходов и смены основных акторов. Некоторые эксперты считают, что в целом этот уход Арутинян, он как-то положительно отразится на интеграции карабахских армян, как вы считаете? Вы знаете, я хочу сказать, что в последнее время у нас чего-то стало модно заявлять, что когда заявлять об уходе человеком, который фактически все это создал. Он же этот хаос создал на самом деле. Так его задача сейчас разгребать его и не уходить. Правильно, как у нас некоторые сейчас российские послы в Европе заявляют, ой, какие у нас плохие отношения с этой страной, да что там сидишь на 5 лет, занимайся, чтобы были хорошие. Вот здесь аналогичная позиция. Но я говорю, что это вообще не по-мужски бросать. Ну, страну это не назовешь, но свое образование территориальное в то время, когда там вот такая ситуация. Вот в этом весь, так сказать, и патриотизм проявляется. Когда можно было, извините, дербанить в бюджет и ресурс, в том числе из России, ему было хорошо. Как только начались проблемы, он заявил, что уходит. Да никакой консолидации это не приведет. Потому что, чтобы была консолидация, необходима идея. Какая здесь идея? Пускай народ живет хуже, только нам будет лучше. Многие же, ну, простые армяне, которые в том числе остались в Карабахе, они, в общем-то, и не против. И не только в Карабахе, Валереване я слышал интервью. Мы всегда были, Карабах всегда был в составе Азербайджана, что случилось. Чему надо вот это все продолжать. Да нет, тут уже, знаете, все понятно. Другое дело, что люди могут погибнуть, и проблемы лишние могут быть, и вообще нестабильность. Но здесь уже, я думаю, если Азербайджан примет, в конце концов, меры по принуждению к миру, то международное сообщество это спокойно проглотит, такое, кто даже будет очень удовлетворен. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, к нам подключалась Татьяна Полоскова, политолог, доктор политических наук. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok